здравствуйте друзья 21 декабря время собирать камни как говорит библейская пословица или отображение давайте собирать камни в моем компьютере и сегодняшний разговор про абрикосы я ломаю голову как назвать вот этот небольшой фильм как же его назвать то абрикосы это конечно в моем это с одной стороны а другой стороны академик как прошли мимо этого вроде бы все знают а но неинтересно поехали значит итак сад итак лучшая коллекция лучшие результаты включая сибирь дальний восток мурал всю европейскую россию добавим сюда украину белоруссию казахстан прибалтику а еще большую германию и так далее вот сейчас мы будем с вами все подряд так теперь короче и побыстрее и так значит из моего косточки моего мои косточки бая мой друг черного бая здесь же побыстрее на горске крыслу сеянец сеянец пока у него получилось 4 сеянец три из них повторили качество бая материнские а один выделился тем что он созрел невероятно рано 30 июня 22 года вот снимок я делал уже у себя вот квартире на это на это самое на тарелочке но я вам дерево покажу еще дальше я буду рисовать все подряд но пропускать много тем потому что это не просто архив это не просто 22 год это учебные фотографии все они учебные так вынуждены про черешнию вынуждены пропускать вынужден про лисину вынужден пропускать абрикосы продолжают созревать созревать учебные фотографии не делайте рано на концу подробнее нет времени говорить мы про абрикосы повторяю не делайте рано на концу это была лещина вот груши 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 это сад моего друга у нас два сада они одинаковые почему практически все что у меня было ценное ценнейшее переехал его сад он уникальный уникальный художник и уникальный садовод и у него в руках все расцветает это кусочек его это те самые сверх ранние заготовку то есть косточки он передал мне они лежат и практически их никто не покупает а я с чистой совестью эти косточки подаю потому что все началось с моего бая вот приехал в этот сад и вернулась ко мне в виде косточек это моя чистая совесть вот пропускаю ну как не сказать что этот персик который созревает тоже когда-то переехал сюда с моего сада ну вынужден вынужден пропустить черешня в саду но уже в моем саду в Чернобраево мы переехали в мой сад вот это черешня бодна ой некогда мне рассказывать мне надо про абрикосы придомник саженцев вот коловидные абрикосы ну раз тем абрикосы я все таки не пропущу вот это самое запомните друзья на планете нет ни одного коловидного абрикоса если на вертикальной ветке каким-то чудом созрела густо густо абрикосы на следующий год эта ветка будет голая как коленка ваша посмотрите на вашу коленку хранье чистейшее лохотрон дичайший под этой маркой продают десятки сотни тысяч абрикосов груш слив персиков нектаринов черешен вишен якобы колновидных ни одного нету условно можно сказать только яблони бывает колновидных это условно проехали вот жаль я должен пропускать то что я называю видите прививка червято моя прививка персика на улице ну нельзя мне отклоняться но нельзя вот видите продолжается созревание кстати колновидные яблони вот продолжается созревание персиков живаем саду учебный снимок спасаем яблони от короеда да на самом деле яблони уничтожают но я же сказал что я не буду сегодня отвлекаться от абрикосов а сам отвлекаюсь и отвлекаюсь от короеда спасает вы все яблони не калечите и туда спасать не придется ну раз это абрикосов я скажу это всплывшее значит мусорное ведро кто-то получил мою посылку и сфотографировал вот учебные фотографии персик интернет-магазине садовод России да потом спрашиваешь откуда 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 в общем самое главное для вас это совет когда пытаетесь в интернет-магазине купить саженцы спрашиваете где ваш маточный сад вот на территории России не считаю на Крыму может быть юга самого юга России никаких маточных садов нет вот ну все все проехали опять это моя любимая тема вот видите в Москве якобы есть персиковый сад нету его вообще нету а саженцы есть так созревает мои абрикосы моя помощница моя подруга я дочкой зову красояска аспирантка это не чурается работа так все учебные пропускаю вот уже созревает мои абрикосы вот это вот и есть помните я говорил сверхранний бай сверхранний кстати мне надо проверить идет ли запись идет сверхранний бай вот который я показывал вам на тарелочке но он созрел не сразу весь помните там было еще этот самый июль месяц а вот в июле вот еще висят вот и самый ранний ранний его вообще оказался вот опять пропускаю 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 нет вот это я пропустить не могу вот аспирантка Савельич в моем саду изучает вот мои внуки чудо ребята им повезло что они в настоящем саду в отличие от миллионов детей живущих мегаполисов с водичем воздухом которым не так привыкли что даже не замечают вот кусочек моего сада вот это Ильяна Александровна Савельевич аспирантка и продолжает изучать мой сад вот ее работа но она еще и соучастница потому что последние пять лет я учил приват и она уже имеет результаты правда в моем саду но будем считать что это уже вот то что впереди абрикосы видите плоды это уже не ее это уже не мои это уже наши наши это ее работа ее работа ее работа ее работа ее работа ее работа вот это молодежь ну если честно наша работа но я буду пропускать и пропускать но согласитесь что год этот был особый выражай невероятнейший вот часть фотографии делала она видите это ее работа вверх как там наука снова моя внучка Лера Валерия вот второй мой соучастник Сергей Железов со своей дочкой Лерой вот она помогает собирать это часть ее работы часть ее игр игр вот посмотрите приросты какие видите мерила линейка вот а линейка пополам сложилась просто и у нее не хватило прочности а когда мерили там было два с половиной метра вот пропускаю пропускаю одно скажу если это наука это действительно кандидат наук показывает страшная вещь черешня которая делает искусственный штамп калече дерево вот калече дерево я сейчас возьму его скопирую копировать вот у меня здесь я готовлю очередной очередной вебинар он будет 215 а пока видите это тоже часть вебинара вебинар так так туда немножко вехал вот попадаю не туда почему так происходит наверное я такой специалист не открывается вот она не открывается что потом отдельно это сделать так все 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 я себя сам прервал как же так почему я не могу попасть туда я хотел туда вот эту фотографию перенести вот эту фотографию так для того потом это все таки сделаю исправлю свою неграмотность чтобы показать вам что вот это 10 отрезанных веток или больше это страшная ошибка и высокая черешина вы сами видели мои черешни высоки собрать урожай практически невозможно это неправильная форма черешин это мое такое мнение ну мы продолжаем тернобаев с моими когда-то ты переехал от меня в виде чинков и вы видите результат это тоже это моя вишня которую я привез с юга Украины переехал в его сад шикарная ее есть мы уже гостями но это остатки уже урожают как птицы ее любят ой 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 теперь мы в моем саду видите никаких штабов я стараюсь их делать низкорослыми для этого что надо делать когда поливаешь как надо стараться правильно ничего не делать вот это я и стараться тогда они получаются вот такие низкорослые на выражении вот потому что все у меня есть с высоты так легко свои деревья 5-8 метров такой высоты достать невозможно падает разбивается хорошо что я их заготовляю для косочек для вас же а на эту самую достать такой высоты невозможно поэтому еще раз скажу вот это вот ошибка касается и терешни высокорослые это касается и абрикосов так пропускаю интересующую тему вот такие люди они не живут они светятся посмотрите на их лица так ну вот абрикос попробуйте достать с верхушки что-нибудь это мой абрикос вот ну вот по крайней мере не надо лазить на стремянку его ломать себе шею это дерево не выдержало опять мой сад их просто упало это одна из веток я так целиком это дерево потерял в этом году стареют стареют деревья все когда-то повторим а здесь износ двойной по сравнению с Европой видите видите вот теперь мы с вами в саду у человека которого мы зовем пианистом пианистом профессии ну вот это вот пришлось к нему такое название пианист сад не афиширует сильный сад хорош вот через у него от боднера а это моя помощница Илья Ильич Ильич единственное кроме меня кто знает туда дорогу от отца вот это ей пригодится когда мне не станет такие сады надо отслеживать не ей с русской специальностью а все науки вот вот для этого нужно попросить заход чтобы дать ему миллион рублей сказать вот за это дерево черешнему даем миллион вот за тот это потом дальше вот он наш этот герой вот видите и знаете что такое вот это академик отжили он вырос в его саду но у него сад интересный знаете чем вот Илья 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 и его сад интересен тем что он не и эти вот роскошные абрикосы не контактируют с плебеями в моем саду смешанном плебе растут перебежку в этом есть свои плюсы а один из минусов то что они влияют на потомство то есть территорию я признаю наука не признает но это их личное дело не признавайте но тем не менее вот здесь чистая сорта только крупноплодная это кому то может быть интересно вот видите вот вот черешня плодная вот она вот она вот наш друг связь поколений им 85 лет вот 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 вы заметили уже всё созрело а вот это дерево ещё нет Он взял, похвастался нам А он из косточки Те деревья, это мои и Филипп его, привитые Он взял из косточки вырастил Очень даже приличные Плоды Из косточки Он взял его там Раз пятый или шестой я к нему приехал Вдруг он говорит А у меня есть это Свой сейнис, вот пожалуйста Вот так делаются открытия Да, скромнее, два раза Но из косточки И опровергает то мнение Которое меня уже цитатами задолбили Если сад смешанный То из этих самых косточек Вырастут деревья Деревья Крандели и дички Вот эта вот цитата стала классикой А настоящая, правда, жизнь Она вот Вот это видите, да Вот Это уже пошел мой сад И черешня уже, вот это моем саду Я потом покажу Целую коробку Еще одно у меня дерево рухнуло Сначала одна ветка Потом вторая И третья Все, она мертвая Вот они плебеи Вот они Это сады Я бы жестко Абрикосы Я их так назвал Они крупнее Они вкуснее Обычно Сидно урожай был большой Вот Вы не устали? А это только начало Это только начало Ну, параллельно на дальнем плане Вы видите Под бутылками идет укоренение Это особый разговор Вот так выглядит сад Самый разгар плодоношения Вот И Что вам сказать Страшная, грустная история Ну, вот Собрав вот этот урожай Для вас Я собрал 150 банок В них находится примерно Треть Или четверть миллиона Корсачев Это уникальная вещь Она предназначена для науки Но Пока там не пройдет переворот И не пройдут Власти в науке Заметьте Я не про политику Я про науку И придут настоящие Судоводы Настоящие ученые До тех пор В стране абрикосов не будет Через три года Я эти косточки Выброшу Треть миллиона После того Когда я их собрал Вот эти деревья Были спилены Почему Надо освобождать Место молодежи А в стране Где миллионы гектаров Нарастает тайбой Не нашлось Еще несколько соток Для семьи железов Сергей Шушинская Ездил И Получил отлук Неоположенно Участвуйте В этих Аукционах Которых Так и не провели Ни одного То есть Получил просто отказ Вот это Вот вы видите Последний раз Вот Вот так вот Бочки вот такие У них горят Ветки Откуда ветки Мы когда Продем саженца На половину кроны В среднем Пусть отрезаем Потом сжигаем Эти ветки Или пересаживаем Тоже отрезаем Там уже отрезаем Где-то Две трети Три четверти И костер Вот Вот это вот Действительно Плебей Это металлический Абрикос Сладко-кишло Кисло-сладкий Урожай И сумасшедшие Годятся Это уже остатка Урожай Годятся Несокие Компоты Варенья Но Неприхотливые люди Их едят Только это Самое Только успевает Набивать Это проверено Еще одна Рухнула Ветка Вот Вот так выглядит Новый Прикупленный Участок На 500 тысяч Несколько соток 500 тысяч Тут же Моментально За 5 лет Я вырастил Вот это вот Чудо Ну Как правильно Удалять Большеветки С деревьев Это Учеба Как бы Ни при чем Это я Прямо с экрана Сфотографировал Для чего Чтобы сказать Не надо Удалять Большеветки С деревьев Просто не надо Эта учеба Кончается Болезнями Грибами Он и так Уже бедный Несчастный Все Забыли Вставлять Сейчас он Целиком Отпилит Грустно Ребята Страшная Ошибка Страшная Ну и О пожалуйста Это правильно А ветку Можно было Не трогать И на Самый крайний Случай Не вот так Обрезка На концове А именно Вот так Оставить Вот столько Сколько есть Это когда-то Будет признана Наукой Вот это Как смертельная Страшная Ошибка Растиражированная Миллиардах Эземпляров Газет Журналов Битая в головы Сотням Тысяч Студентов И только Один человек На планете Говорит Вот так Надо оставлять Вот так Как на этом Снимите Ну что Будем считать Что я снял Первую серию А за ней Пойдет Вторая Вот Потому что Сильно долгие Фильмы Вы стараетесь Не Смотреть Я это уже Убедился Даже ругает Меня Для меня Фильмы Устают Смотреть Некогда И времени Мало Давайте Я на этом Закруглюсь Вот А потом Продолжим Как бы Следующий Фильм Остановить Продолжение следует Продолжение следует